Добрый день, Анатолий Эдуардович. Это город Вологда, ну естественно, Россия. Очень рад засвидетельствовать вам, глубочайшее уважение к барсионалу самого высокого класса. И вопрос такой, даже не только вопрос, просто хотелось бы узнать ваше видение. То есть сейчас уже проект, он уже даже не комок, и уже даже не снежный клонок, уже похоже начало лавин. А штат, хоть и великолепные мастера, и профессионалы тоже большие своего дела, но их все равно ограничено. И как вы видите дальше справляться? Начиная от изысканий, камеральная обработка, поле работы, геология, геодезия, потом проектирование, потом монтаж линий, и дальше, конечно, подвесного состава изготовления. Это же просто огромный объем. У вас будут субподрядчики как-то смотрятся. Или как это будет? Вы не можете пояснить? Мы развиваемся, и развиваемся очень быстро. Я говорил об этом так. Сейчас уже только инженеры у нас больше 600 человек. Хотя три года назад я был один сотрудник. И естественно, мы дальше должны развиваться еще быстрее. Потому что для того, чтобы проектировать миллионы километров дорог и строить, а это время наступит, лет через 10, то в нашей компании должно будет работать более 100 тысяч человек. Нет. Это значит, будут подразделения по всему миру, филиалы и так далее. Но если мы будем отдавать на сторону проектирование, строительство полностью, то мы потеряем бизнес. И вы, акционеры, потеряете свои инвестиции фактически, дивиденды и так далее. Поэтому держать это все в своих руках. И естественно, у нас будут субподрядчики. Они есть в Эмиратах уже. У нас есть консультанты, через которых мы работаем. Это те организации, которых правительство назначило. Мы через них работаем. И есть уже субподрядчики, которые будут делать металлоконструкции. Будут делать бетонные работы. Будут делать геодезические изыскания, геологические. Вот это все. Зачем? А там мы будем на местах силами тех местных организаций делать. Строительство тоже. Там же разные есть этапы строительства. Допустим, бетонные работы, фундаменты. Зачем нам это делать? Это будут местные делать. А вот на территории струн анкеровка. Какие-то другие вещи, где есть ноу-хау и так далее. Будем делать мы. И тогда контроль будет за нами. И поэтому, так же, как, допустим, компания Boeing. У нее 10 тысяч поставщиков. 10 тысяч. Они не делают там крылья, двигатель, шасси. Зачем? Они собирают самолет с деталей, взятого со всего мира. И этот самолет американский. Это Boeing сделал. Таким образом работал. И, естественно, будем свое производство развивать. В том числе в Эмиратах, где мы хотим уже серийное производство организовать. И в то же время будем использовать для изготовления подвижного состава, там, металлоконструкций, субподрядчиков по всему миру, партнеров, которые уже у нас есть сегодня. Как попасть вам субподрядчику? Нет, так... В Эмираты вы никак не попадете. Это через консультантов, которые правительство назначают. А если в Беларуси нет заказов, то зачем нам здесь субподрядчики, да? Или в России, если, допустим. Вы откуда с вами? В Волоке. В Волоке, да, Россия. Но если в России пройдут проекты, мы, естественно, будем искать партнеров в России, они уже тоже есть у нас. То там на основе, опять же, конкурса. Если вы выиграете у других, то будем с вами работать. Вопроса нет. Потому что инвесторы поймут, и когда мы выбираем наиболее эффективно субподрядчиками, так же, цена-качество, сроки строительства и так далее. А не знакомый или хороший человек, давай с ним работать. Понятно. А на конкурсе основе можно будет... В общем, на нашем сайте будет появляться информация о конкурсе. Конечно, конечно. Мы же это... Конкурс, это же открытая информация. Да, конечно. Хорошо, я понял. Спасибо.